Итак, доброе утро, дорогие друзья! Это телерадиоканал Страна ФМ, в студии Влад Кутузов, Валерия Майорова. И, как обычно, в это время по понедельникам у нас интереснейший гость. Да, сегодня у нас в гостях фитнес-блогер, тренер более чем 20-летней практики. Правильно же я все говорю? Как тренера, да, более 20-летней. Автор многочисленных публикаций на тему здорового образа жизни, психологии диет. Правильно все? Психология и физиология. Психология и физиология. Что значит многочисленных? 23 тысячи публикаций. Ты представь себе, это же вот прям... Вот когда вы успеваете тренировать людей... Подожди, Валерия, Лев Гончаров, я самое главное не успел. Лев, доброе утро, спасибо, что пришли, мы вас ждали. Слушайте, давайте начнем вообще вот с чего. А что такое психология фитнеса и диет? Ну вот есть, дать определение такое, что мне не всем понятно. Да, попробую сказать. Есть психологи, которые специализируются на психологии семьи. Психологии межличностных отношений, психологии межтрудовых отношений, психологии лидерства, психологии аутсадерства, не знаю. Вот, психологии... Чего еще? Психологии спорта бывают, спортивные психологи. Это когда на победу настраивают, что... Например. Да. Вот. А психология фитнеса, ну, я вкратце говорю вот так вот, что должно твориться в голове человека, чтобы он всю жизнь тренировался и соблюдал режим питания. Угу. Слушайте, ну подождите, а вот можно ли отнести к психологии фитнеса поведение тренера, когда он говорит тебе, что значит ты устал, давай тряпка, качай, жим лёжа, и ты думаешь, ну я же больше не могу, и ты качаешь, а радости внутри нет. Вот это психология фитнеса. Я бы назвал это психопатологией. Психопатология. Это уже не наша тема, я так понимаю. То есть мы сейчас будем говорить о методах, которые плавно, нежно, так сказать, даже как будто даже человек не осознаёт, но начинает фитнес любить. Окей, я тут недавно был на одной выставке, где демонстрировали, ну, всякое оборудование. А для демонстрации оборудования берут фитнес-тренеров. И они всех желающих говорят, давай вот сюда на оборудование и это. Попробуем. Вот. И слышу такую фразу. Давай, делай, как в последний раз. Я так говорю, зачем? Вот именно. То есть нужно же оставить силы ещё для чего-то. Чем, допустим, профессиональные спортсмены отличаются от любителей? Профессиональные спортсмены после тренировки идут есть и спать, а любители идут на работу. Точно же. Это большая разница. Конечно. Очень хочется стать профессионалом как-то. Слушай, нет, вот я правда об этом подумала. Одно дело, что ты потренировался и пошёл кушать и спать, а другое дело, когда ты проснулся, ты пошёл в фитнес, ты там прям старался-старался, как в последний раз, а потом ещё тебе на работу, и уже где-то в два часа ты начинаешь понимать, что всё, все твои силы человечие закончились. Слушайте, Лев, ну мы же сегодня ещё вот хотели поговорить немножечко о так называемых ловушках, да, вот этих всяких ментальных, психологических. Например. Например, смотрите, например, вот очень просто себе сказать, если, допустим, человек хочет сесть на диету или заняться фитнесом, да, у всех это было. Ты говоришь, всего, с понедельника я начинаю бегать, да, проходит там один день, второй, ты это делаешь, допустим, да, садишься на диету или начинаешь заниматься спортом, потом у тебя что-то происходит в жизни, ты говоришь, ну, в принципе, я начал, и было неплохо, поэтому два-три дня, и сейчас я ничего не буду делать, потому что я же легко к этому пришёл, и вновь я к этому через неделю вернусь. И всё, и провал на полгода. Таких я знаю много людей, на самом деле. Вот как удержать своё сознание, да, как себя уговорить вообще? Я понял вопрос, я пытался услышать вопрос, вот, и в общих словах я понял, и он изобиловал... изобиловал... изобиловал. Наверное, да, это очень сложное слово, не надо. Он был насыщен, этот вопрос, словами. Вот заниматься фитнесом, делать это, и вот это, 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 это. О чём речь-то идёт? Об упражнениях. Каких? Физических. Ну, например, если человек 30 минут с пульсом 130 прошёл от подъезда 15 минут в одну сторону, 15 минут в другую, это упражнение фитнес? Ну, может быть. Ну, видимо, да, или нет? Почему нет? Он просто прошёл с пульсом 130 туда и обратно. Ну, пульс-то был 130, значит, фитнес. Кстати, что для вас пульс 130? Это для меня сильно много. Вот сильно... Это я устаю. Насколько? Ну, сильно я устаю. Я вообще очень хиленькая. Я не знаю, вот, в эфире можно это говорить или нет? Какой пульс во время оргазма? Ты засекал, Кутузыч? Нет, ну как-то не подсчитывали. Я, вы знаете, мы ещё... Мы не просто Кутузыч, он уже в том возрасте, когда скоро будет мерить пульс. В одной ещё? Я ещё нет, я ещё молода. Да. Вот, поэтому большинство людей произносят слова, не понимая их смысла. Когда я говорю слово «не понимая», ну, например, когда мы говорим слово «огурец», мы можем сказать, что это овощ, чернозёмные полосы России, который произрастает там в среднем климатической зоне, да. Но для ребёнка трёх лет это многословие будет непонятно. Ему просто нужно показать огурец. И с точки зрения фитнеса, вот когда ко мне приходит человек, да, я говорю, ну, там делают упражнения, какие ощущения? Говорят, вот такое чувство, как будто я на массаж сходила, например. Вот, я говорю, приятно, да, понравилось, да. Хотите повторить? Да, это я хочу повторить. Вот такой фитнес я хочу. И так постепенно наращивается нагрузка. То есть, стоит вопрос, заниматься чем? Заниматься чем-то приятным и полезным? Заниматься чем-то приятным и бесполезным? Заниматься чем-то неприятным и полезным? Заниматься чем-то неприятным и вредным? Ага, даже так можно? Конечно. Короче, я понимаю, что вопросов у нас стало ещё больше. И к ним мы вернемся, друзья, совсем скоро. У нас Лев Гончаров в гостях. Две-три минуточки, и мы продолжим. Телерадиоканал «Страна ФМ» продолжает вещать о здоровом питании. В гостях у нас Лев Гончаров, тренер более чем с 20-летней практикой, не только здоровое питание. Это вот у кого что болит, тот о том и договорит. И, конечно же, тренировках. Друзья, если у вас есть вопросы, возникают они там в процессе нашего разговора, то обязательно их задавайте. 8-909-928-189-9, ватсап, вайбер, смс, сообщения. Да, в нашей группе ВКонтакте есть специальный пост, где тоже можете для Льва оставлять свои комментарии, ну и вопросы, на которые он с большим удовольствием ответит. У нас же продолжался, друзья, вы не слышали, мы же за эфиром тоже, мы начали тут спорить, даже выяснять, потому что у нас много вопросов, на которые мы пока не можем найти ответ. Флев, скажите, так вот если человек вдруг решил заниматься фитнесом, ну условно так скажем, бегать по утрам, хорошо, чтобы было конкретнее, потому что вы любите конкретику, но он не поставил какой-то конкретной цели. Ну просто человек знает о том, что это в принципе полезно для здоровья, и бегать это, в общем-то, неплохо. И для снижения веса, и для укрепления сердечной мышцы, и вообще для общего состояния. Но у него нет конкретной цели, вот чётко, не расписано, там хочу за две недели минус 5 килограммов. Это правильное позиционирование себя в ЗОЖе. В ЗОЖе. Бесцельность? Да, ну просто. Ну она есть, но она размытая. Ну я так думаю, что человек, который не знает, куда идёт, может никуда не прийти. Бесцельность приведёт к отсутствию цели и в никуда. Да. И вы знаете, я тут недавно слушал книжку одной женщины-психолога, которая говорила о потерянном поколении миллениумов, да? Ну, двухтысячных, да-да-да. Да, то есть такое ощущение, говорит, как будто, говорит, у вас много возможностей, и вам с самого детства, с самых пелёнок говорят, вы всё можете, у вас огромное количество возможностей. И у неё большое количество пациентов, которые приходят и говорят, у меня такое большое количество возможностей, что я чувствую себя как потерянное существо в океане, я не знаю, куда плыть. То есть человек видит огромное количество и не может просто выбрать, да? Ну, когда человек ставит себе такую размытую цель, океан возможностей, здоровья, счастья, красота, бла-бла-бла, он чувствует себя как в океане этих возможностей, потерянном. Ну вот помимо того, что есть психология, есть же ещё и социология. Если человек говорит, мне не важно, мне не окружающих, я вот просто для здоровья, для себя, это тоже либо лукавство, либо размытая цель. Ну, конечно, это откровенная ложь. Потому что человеку важно видеть реакцию окружающих. Я много раз спрашивал, мне часто говорят, там, я хочу заниматься для себя. Я говорю, прекрасно. Я говорю, такая задачка простая. Вы получаете очень дорогой автомобиль, очень красивое платье, очень хорошую физическую форму, на необитаемом острове об этом никто не знает. Ваши действия? Говорят, зачем от этого всё? Вот именно. Поэтому, когда мне говорят, я для себя, это просто фраза означает, я уже пробовал, у меня ничего не получилось. Вот. А вот на самом деле, это ведь очень большая трагедия, когда человек приходит не просто так вот с нуля и ставит цель, и начинает её методично добиваться, а вот как я, вот как я, к моей проблеме подошли, что буквально вот раз в два года я предпринимаю... Давайте, кстати, на конкретном примере, да, Валерий. Предпринимаю некие попытки, да, то есть я начинаю там здоровое питание, я не ем сладкое, не ем булки, я начинаю заниматься спортом, и я чувствую, что меня это выматывает, я чувствую усталость, мне от спорта плохо, то есть от спорта же должно открываться какое-то второе дыхание, а оно у меня не открывается. Сейчас Лев спросит, а зачем ты начинаешь это делать, правильно? Глент, я просто... у меня методика называется «размер квартал». То есть в квартал минус размер? Да, не минус, улучшение размера. То есть, грубо говоря, сидячий образ жизни не добавляет мяса на ягодицах, а ягодицы без мяса – это некрасиво. А вот если, допустим, я хиленькая, у меня приседания не получается со штангой делать, мне каким образом вообще? Плакать в спортзале и смотреть, как другие делают, или начинать с каких-нибудь, знаете, общая физическая подготовка, как вот бабушки делают и я. А что вам мешает идти от простого к сложному? Ну... От легкого к тяжелому? Ну, насколько должно быть простое? Вот, допустим, я прихожу, и мне тяжелые те упражнения, которые делает большинство. Ну, по большому счету, этим тренер занимается. Когда ко мне приходит тело, рабочий материал, я говорю, сейчас вот простой пример, да, говорю, вы встанете на дорожку со скоростью 5,5 км в час, углом наклона 2,5, и у вас через 8 минут пульс покажет 140. Я засекаю время. Через 8 минут происходит чудо. Пульс на дорожке 140. Это говорит о том, что я по внешнему виду понимаю, на что способно тело. И когда ко мне приходит девушка и говорит, Лев, я, говорит, не умею отжиматься. Я говорю, я знаю, зачем вы мне это говорите. Для меня это лишняя информация. А вот прошлый тренер меня заставлял отжиматься. Я говорю, ну, это не означает, что все тренера козлы. Ага. То есть все-таки тренер, он должен даже, пока человек не открыл рот, видеть, какая программа ему подойдет. Анекдот. Приходит ветеринар к доктору. Доктор спрашивает, на что жалуетесь? Эй, говорит, так любой может. Вот хороший тренер, это ветеринар, который заранее знает, на что способен и что болит в человека. Так, будем эту тему развивать. Ну, а пока прервемся и послушаем Лену Князеву больше, чем голая на телерадиоканале Страна.ФМ. Друзья, еще раз напоминаю, что если у вас есть вопросы на вашем личном примере, то, пожалуйста, 8-909-928-1-89-9, а также vk.com слэш страна.фм, наша группа ВКонтакте, пост закреплен. Итак, друзья, продолжаем разговор. Уходили, чтобы вернуться. В гостях у нас Лев Гончаров. И, между прочим, у нас же есть очень важный информационный повод. Мы просто сразу начали свои вопросы задавать, как вот эти вот объемы, Наталью уменьшить и так далее, и так далее, и так далее. А тем не менее, 4 июля состоится ваш мастер-класс. Да. И если можно, вот прям подробно, если человек придет на этот мастер-класс, что он узнает? Должна ли быть у него какая-то... Нужно ли ему что-то почитать, подготовиться морально и физически, или он просто может прийти с улицы с нулевой физической подготовкой и понять, как ему жить дальше в фитнесе и в здоровом питании? Ну, вообще, мы семинар хотели назвать психологией размер квартал, но так как размер квартал вообще никто не знает, то назвали психологией фитнеса. Вот. А размер квартал – это, будем говорить так, моя особенная методика, в которой написано очень сухо в числах, что нужно делать. Вот. А психология размер квартал – это рассказывается о том, почему, зачем, как, что нужно думать в тот момент, когда делать эти числа, вот, и как вообще с этим жить. А это только теория, или там практика тоже как-то вот прикрепляется? Загоняйте кого-то прям на беговую дорожку прям? Нет. То есть, вот, большинство людей, они слишком сосредоточены на видах фитнеса. И если речь заходит, допустим, о кардио-тренировках, да, то в моей методике форма локомоций значения не имеет. Кто такие локомоции, вы знаете? Нет. Нет. Перемещение животного в пространстве. Ага. Вот. То есть, птица летит, рыба плывёт, человек едет на велосипеде, бежит, плывёт в бассейне, да, либо едет на лыжероллерах. И поэтому, когда мои клиенты из разных стран, из разных городов, которых я там вживую даже не видел, отчитываются передо мной, у меня в протоколе есть простые две клеточки, в которых нужно записать только пульс и время. То есть, кардио-тренировки минуты по пульсу, больше ничего. То есть, этого достаточно? Для жиросжигания, для кардио, для лёгких – да. То есть, это может быть недостаточно для триатлона, марафона, босфора, вот каких-то вот таких узкоспециализированных кардио-тренировок, да. Но это достаточно для жиросжигающих тренировок. Ну, вот сейчас такое большое количество направлений всяких. Вот вы сказали, что кроссфит – это способ уничтожить человека. Быстро убить человека, да. То есть, это действительно так? А почему он тогда набирает такую популярность? Почему люди туда идут и прыгают? Это весело. А, это весело. То есть, вы поймите правильно, когда мы берём колизей, когда мы берём гладиаторов, и когда они там друг друга убивают, это весело? Нет. Сейчас неожиданно было. Я прошу прощения. Вот если вы внимательно посмотрите, для кого Грег Глассман, основатель кроссфита, проводит лекции, семинары, кто является его главной аудиторией слушателей, которые сидят там в листочке, что-то записывают, это работники спасательных служб, это спецназовцы, это полицейские. Это люди, которые не знают, что их ждёт завтра. И он для них и говорит. Вы же не знаете, что вас ждёт завтра. Да, не знаем. И вы должны быть готовы ко всему. Да, мы должны быть готовы ко всему. Ну, тогда готовьте. Сейчас я вам устрою. Это тренировка болевых и физических качеств людей, которые готовы умереть в любую минуту. Ну, то есть тренировка на износа. Ну, получается, что это изначально люди, которые уже имеют не более-менее, а приличную достаточно физическую форму. Правильно же? Конечно. В большинстве случаев кроссфитом занимаются полицейские, спецназовцы и МЧСники, или как там у них в Америке называются, да, спасатели. Вот. Это люди с хорошей физической подготовкой. В нашем случае это почти все мастера спорта по нескольким видам спорта. А у нас домоходяки идут и прыгают. Мне их очень жаль. Ну, кстати, в кроссфит это тоже проповедуется. То есть я регулярно подписан на инстаграм кроссфита, и там показывают. Вот смотрите, даже бабушки чувствуют себя настоящими воинами, приседая на табуреточку. И это все под громкую музыку, это все весело, с песнями. И так прекрасно смотреть на бабушек, которые чувствуют себя спасателями. Но, тем не менее, к здоровью это не имеет никакого отношения. Ну, скажем так, есть понятие умеренности. Ну, уровень нагрузки, да? А? Я вчера придумал такой афоризм. То есть вот думаю, а что значит умеренно питаться? Ну, вот если начало подташнивать, значит умеренно. Смешно, да? Достаточно, смешно. Вот, поэтому, когда я говорю, было бы неплохо посчитать калории, посмотреть баланс белков и жиров, все говорят, ой, это занудство, это неинтересно. То есть надо все-таки высчитывать? Я говорю, это единственный способ понять, что тебе нужно. Подождите, а как же вот это интуитивное питание? Ешь то, чего тебе хочется тогда, когда тебе хочется, твой организм тебе посылать. Начало подташнивать, можно заканчивать. Можно заканчивать, да. Об этом мы говорим, да? Ну, я вот могу конфет так переесть конкретно, поэтому я так и похохатываю. Вы это можете, я это могу, поэтому до тех пор, пока я не взял калькулятор, буду есть до тошноты. Серьезно? Конечно. Я думала, только у меня. И то же самое с тренировками. То есть когда у человека выбрасывается адреналин, когда у него появляется азарт, когда поднимается музыка громкая, вот, он сам не замечает, как у него начинают трещать кости. Ну, то есть это все на адреналине. Конечно. Слушайте, вот на отрезке костей нам придется прерваться. Хотя так интересно. Как это не печально, да? Но мы к вам вернемся буквально через несколько минут. У нас в гостях Лев Гончаров сегодня. Эх, последовательность, последовательность и еще раз последовательность. Вот что важно в спорте. Лев Гончаров у нас в гостях, тренер более чем с 20-летней практикой, автор 23 тысяч статей, а может быть уже и более. Это на момент, когда писалось-то. И, собственно говоря, у вас есть несколько интереснейших проектов, о которых мы тоже хотели с вами поговорить. Например, онлайн-фитнес-клуб. Как это работает? Не выходя из дома, сидя на диване? Да, вы, кстати, вот говорили буквально 10 минут назад, что некоторых своих клиентов, людей, которые ко мне приходят, я их, собственно, и не видел, да? Ну, я их видел в скайпе. Ну, в онлайне, да, да, да. Это не работает. Они с собой фитнес-зал носят? Ну, допустим, если речь заходит именно о технике упражнений, то я прошу заснять внешние признаки утомления в последнем подходе каждого упражнения. А что такое внешние признаки утомления? Это когда-то прямо язык на плечо уже. Почему? А? Нет? Я поэтому и спросил. Почему язык на плечо? Откуда такое извращенное понимание здорового образа жизни? Э-э-э. Вот, то есть, потому как замедляется движение от повтора к повтору, причем у меня же есть такое понятие, как принцип минус один. То есть, последний подход мы делаем за вычетом одного повтора. У человека в голове должна быть полная уверенность, что он сделает еще один раз. И тогда он заканчивает. Не на пределе, не до конца. Должно остаться желание еще прийти в следующий раз. Слушайте, а наоборот делают, как тренер говорит, сейчас 10, потом 11, 12 и до 20. А ты уже думаешь, ну когда же это кончится? Я говорю, что отказ на тренировках приводит к отказу от тренировок. Это очень простая схема. Вот. Поэтому, если речь заходит о технике упражнения, то люди просто снимают на смартфон видео, присылают мне, и я говорю, эту технику утверждаем, или мы эту технику исправляем вот по этим параметрам. Там подбородок выше, ягодица ниже, например, я не знаю. То есть, у кого какая ошибка, да? Но техника упражнений в фитнесе, она имеет не такое важное значение, как в плавании. Вот в плавании 90% успеха – это техника. А в приседаниях нет. Вот. Главное – это подбор нагрузки, объема интенсивности. Если говорить о питании, то калорийности белков и жиров. Углеводы мы не считаем. Но все-таки калории считать придется. Поначалу, какое-то время, до тех пор, пока человек не поймет, сколько для него хорошо. Но опять же, смотрите, ваша техника и ваша методика – это же плавный переход от обычного режима жизни, который человек придерживался, к совершенно другому. Это не то, потому что большинство как делает? Все, завтра понедельник, я полностью пью воду, сижу там на огурцах, на кефире, сплю 8 часов и занимаюсь каждый день бегом, и все. Резко все это происходит. Вы не сторонник этого. Есть физиология правила 10%. Ну, например, человек привык за день проходить по какому-нибудь шагомеру 2000 шагов, что, в принципе, как бы, ну, обычно для нормального городского жителя. Что такое 10%? Это 200 шагов. Или 200 прыжков на скакалке. И довольно. Для начала. Вот, а не 1000%, не 5000%. Нельзя просто так с нуля прибавить каждый день. Слушайте, а мы можем поговорить о вашей целевой аудитории? Кто к вам обычно обращается и какие у вас запросы? Хочу там, я не знаю, через месяц быть владычицей морской? Или люди понимают, что это нужно постепенно и достаточно пролонгированно заниматься? Если я скажу слово «уравновешенный». О, это хорошее слово, очень хорошее. Вот, то есть средний срок возревания моего клиента 6 месяцев. То есть человек 6 месяцев читает, думает, приглядывается, анализирует и только потом со мной связывается. То есть он не звонит мне кавалерийским наскокам и говорит «от, с понедельника я займусь чем-то». Вот. Обычно это люди, которые долго взвешивают, принимают решение и долго от этого решения отказываются. Слушай, ну а все равно, вот те люди, я хочу дополнить вопрос, Валерий, те люди, которые приходят, обращаются к вам, для них на первом месте какая проблема? Это лишний вес? Это реальные проблемы со здоровьем, которые с возрастом начали проявляться? Или что-то другое? Ну, я для примера могу привести, да, просто пример консультации. Человек моего возраста, говорит, Лев, нам с тобой примерно по 40. Да. Ты смотрел 7 лет Гойка Митича, я смотрел 7 лет Гойка Митича. Я говорю, да. Тебе нравился этот Столони, Шварценеггер и Терри Ван Дамм? Мне нравились боевики со Столони, Шварценеггером и Ван Даммом. Ты занимаешься 30 лет своими тренировками, я занимаюсь фитнесом своими тренировками. Господи, ну почему я не похож на тебя? Почему ты на них похож, а я нет? Я говорю, начинаем разговор. То есть, когда человек занимается и не видит то, о чем мечтает, он начинает обращаться ко мне. Это очень просто. И сколько это сказать, полгода примерно занимает, да, когда человек приходит уже? Полгода человек вызревает, потому что сейчас в большинстве своем фитнес-индустрия себя немного дискредитировала. Да. Кстати, еще когда Влад сказал о здоровье, да, что как-то можно оздоровиться, я сразу подумала, что фитнес вот сейчас, он как бы больше про красоту, чем про здоровье. Или все-таки можно оздоровиться? Красота – это внешнее проявление здоровья. Ага. Это всего лишь, вот как психология является отображением физиологии, это понятно? Да, да, да. Вот, то есть, сытый и голодного не разумеет, пьяный говорит по-другому, да? Так и красота является отображением здоровья. То есть, если, будем так говорить, человек в 35 лет замазывает прыщи на лице подростковые, значит, у него не с красотой что-то не так, а именно со здоровьем. Вот так вот, друзья. Слушайте, у нас остается очень мало времени. Давайте еще раз напомним, что 4 июля состоится мастер-класс психологии фитнеса и диет, правильное питание, регулярные тренировки, как начать и не бросить преподаватель Лев Гончаров. Да, обязательно приходите. Фитнес-блогер, тренер Лев Гончаров был у нас в гостях. Лев, он быстро время пробежал. Вам остается сказать большое спасибо, что пришли. Ждем вас еще. Рад стараться, спасибо вам. Спасибо, до свидания. До свидания.